Дорогие друзья, 15 марта 2022 года было опубликовано обращение Всеукраинского Совета Церквей и Религиозных Организаций к нам, российским пастырем-священнослужителям. И я зачитаю сейчас вам это обращение. Обращение к российским религиозным лидерам и служителям об обнении пленами между Россией и Украиной как проявлению милосердия. Весь мир сейчас видит, какие трагические события происходят в Украине в результате вторжения российской армии на суверенную территорию нашего государства. Несмотря на это, вооруженные силы Украины проявляют гуманность по отношению к пленным российским солдатам. Они получают медицинскую помощь, еду, воду и содержатся в теплых помещениях. Таким отношением украинская армия демонстрирует, что соблюдает нормы международного гуманитарного права. Украина стремится прекратить войну и кровопролитие, что возможно сразу же, как только российские войска и флот вернутся в места своей постоянной дислокации, а авиации и баллистические ракеты прекратают разрушать мирные города и села Украины. Со своей стороны, как люди верующие и наделенные духовным авторитетом, религиозных лидеров, каждый из вас может внести свой вклад в спасение жизни людей, оказавшихся в очаге этой страшной войны. Прежде всего, приложить все возможные усилия, чтобы способствовать обмену пленами между Россией и Украиной, как проявлению милосердия. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций призывает каждого религиозного лидера и священнослужителя в Российской Федерации способствовать тому, чтобы пленные российские солдаты вернулись в свои семьи, а украинские солдаты – в свои. И пусть в этом акте добра нам поможет всемилостливый Господь. Как главный советник по Восточной Европе, сети по миру и примирению Всемирного Евангельского Альянса, я готов послужить в этом добрым, благом и богоугодном деле.